Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода в виде разных стран, разных республик, конечно, это было для меня большим переворотом мышления. Но поскольку мы уже тогда все в преддверии этого уже испытывали внутри некие ощущения того, как должна страна развиваться в будущем, те демократические принципы, которые мы видели, как они используются в соседних странах и даже в восточных европейских странах, безусловно, многие уже люди в больших городах были готовы к этим изменениям. Поэтому и в Москве, и в других городах эти многотысячные митинги, конечно, фактически раздавили слабеющие или разрушающиеся, в том числе в связи с неправильной экономической политикой, я не говорю уже об общей тоталитарном режиме, безусловно, значит, это было крушением этого тоталитарного режима, для многих это было такое освобождение. Люди вздохнули, хотели дышать и формировать свое будущее сами. Да, ну вот одной из составляющих тех событий 90-х годов, начало, был экономический кризис, сейчас Россия снова вписывается в этот кризис, вот у нас тут на экране цифры разные, они совершенно уже неправильные, нынче курс евро поднялся до 78, например, рублей впервые с 5 февраля, что же сегодня происходит? Пожинаем плоды Крыма, падение цен на нефть, что случилось? Мы пожинаем все, все накопились проблемы и, безусловно, неправильная экономическая политика последних 10 лет и те действия по самоизоляции страны, в том числе и аннексия Крыма и война в Восточной Украине, все, безусловно, это к одному и падение цен на нефть также, но надо сказать, что общий вектор движения страны неверный, по той простой причине, что, казалось бы, модель экономическая, которую мы создали в начале 2000-х годов, после кризиса 98-го года, она модель правильная и под нее формировались в том числе и законы, и то движение вперед, как для демократического государства. Ну вот, за все эти годы, фактически, все то, что черты демократического государства были уничтожены, а модель осталась прежней. Да, казаки теперь ходят по магазинам и, значит, сжигают, уничтожают еду. Когда нефть росла, уже можно было, уже это с 2005-2006 годов, когда все пошло совсем вверх, можно было уже ничего не делать, поэтому власть, так сказать, уповала, скажем так, на вот таком состоянии, дабы на больших резервах. Восьмой год проскочили так, это незаметно, но сегодня, конечно, это затяжная вещь, это результат, итог вообще вот этих последних 10 лет, которые фактически разрушили основу государства. У нас нет ни одной черты демократического государства, и модель, которая по-прежнему на бумаге имеется, она уже не может функционировать. Почему? Нет инвестиций. Главный источник роста – это инвестиции. Нет источников для финансирования этих инвестиций, ни внутренних, ни внешних. Поэтому, безусловно, и ожидания инвесторов, и ожидания всех тех людей, которые занимаются, в том числе и торговлей, таковы, что тяжелее будет уже очень скоро. Я думаю, что в октябре уже другие оценки у людей будут. Так, как я и говорил в ваших прошлых передачах, что к осени этого года, я так думаю, что в октябре, когда люди начинают переосмысливать, что прошло за год, и как дожить до конца года, а у нас обычно Новый год, подведение итогов всего, я думаю, что как раз будут другие и другие настроения у людей. Вот Сергей спрашивает про российские государственные компании, которые очень закредитованы, и с санкций не могут рефинансировать кредиты. Он спрашивает, а что может случиться, если они вообще перестанут платить по долгам, может ли Россия их удержать на плаву, где будут брать деньги, ну и так далее. В общем, как вот все эти Роснефти, РЖД и прочие, прочие? Ну, я скажу так, что я не вижу больших проблем в этих больших компаниях с их долгами, поскольку есть резервы, там, 357,5 миллиардов, из них 300 миллиардов – это чистые деньги, которые эти компании могут эту валюту купить у Центрального банка и заплатить по долгам, и долг уменьшается, в том числе общегосударственный и общекорпоративный, потому что у нас нет рефинансирования. Нет роста, в связи с тем, что нет источника финансирования инвестиций, но уменьшается фактически вынужденным образом государственный и корпоративный долг. Государственный долг минимален совсем, это огромный источник вообще развития в будущем, если режим смеется, и корпоративный долг также уменьшается. Но главная проблема это кризис доверия. Кризис доверия к этой власти во всем, будь то в общей политике, но когда мы говорим об экономике, конечно, экономической политике, которая впрямую связана с, скажем, свободой предпринимательства, давлением на бизнес и так далее. Когда нет доверия к власти, нет доверия к этой политике, которую власть проводит, то нет никакого желания инвестировать, расширять и тратить деньги на это. Вкладывать, вкладывать больше. А вот Василий написал, у него другая позиция, вот Касьянов говорит о кризисе. Какой кризис? В экономике его нет, безработица не растет, промышленное производство сократилось, это и хорошо. В политике тоже нет, все спокойно, в социальной жизни нет всяких выступлений. Может, вы выдаете желаемое за действительное и в другой реальности, чем обычный народ, говорит нам Василий. Надо, Василий, посмотреть просто на цифры, которые публикуются, по крайней мере, более-менее регулярно и более-менее корректно. Вот вы сказали о курсе, безусловно, такая девальвация национальной валюты и тенденция продолжается, несмотря на то, что у нас большие резервы. Потому что люди смотрят просто на текущую ситуацию. Горизонт, именно инвесторы, горизонт очень короткий. Нефть приходит по высокой цене, значит, мы понимаем, что есть деньги. Нефть не приходит, значит, нет. Инвестиции нет, нет развития, нет заработков. Заработок один, приход от продажи нефти. И газа. И газа, соответственно. Если люди не видят этого прямого, одноходовки, все, они не верят больше в стабильность экономики, не вкладывают ничего. И поэтому, безусловно, идет и девальвация, рубль слабеет, идет девальвация валют. Конечно, опять-таки, возвращаясь к доверию. Но, говоря о тех возражениях, которые слушатель высказывает, ну, посмотрите, инфляция официальная, там, 16%. Пока еще, значит, еще мы не прожили осень. Это сейчас, с учетом июля и августа, когда есть сельхозпродукция, как всегда, бывает в это время отрицательная инфляция. В этом году она близка к нулю, значит, ну, общая инфляция 16%. Это официальные прогнозы. И данные уже за истекший год. Это июль к июню этого года. 16-16%. Экономика упала на 3,5%. Инвестиции на 10%, по прогнозу, и на 12% упадут. Это означает, что все, все прекратили вообще думать о будущем. Я имею в виду инвесторов. Нет других источников роста, кроме как инвестиций. Внутреннее потребление граждан другой источник, но это связано с заработной платой. А у них доходы падают. Доходы падают. Падают реальные доходы населения. Поэтому мы идем в тупик. И когда казалось, что мы сейчас перетерпим, и вы помните, Владимир Путин еще год назад нас призывал, потерпите, через год цена на нефть восстановится, и все трудности преодолеем. Вот политика терпения или терпежа, вот она вот сейчас приводит... А Путин опять сказал, не надо беспокоиться за экономику. Вот, не надо беспокоиться. Поэтому граждане все вынуждены на себя. Сейчас я увидел на картинке, у вас видел плакат. Путин есть, есть не надо. Люди, просто, так сказать, безумевшие вообще, ну, еще люди, которые поддерживают уничтожение продуктов питания вообще, в принципе, независимо от их происхождения, это уже другая тема. Это, конечно, вот эта вот болезнь или черта. Черта болезни целой части общества. Ну, это я не виню этих простых людей, которые так рассуждают, или которые такие вещи высказывают. Я в этом абсолютно впрямую обвиняю нынешних политиков, которые находятся у власти, и всю эту административную машину, которая намеренно навязывает гражданам вот это вот уродливое взгляды на все происходящее. Михаил Михайлович, а вот отставка Владимира Якунина с должности руководителя российских железных дорог, может быть, это симптом опознания, так сказать, осознания, ну, неких реальных опасностей? В конце концов, он, Сечин, вот все время просят деньги, просили на разнообразные, там, строительства и так далее. Может быть, власть все-таки решила, ну, хотя бы здесь начать жить посредством? Я не думаю, что это является каким-либо сигналом для этих целей, но надо здесь рассуждать просто. Владимир Якунин работал долгое время на серьезном посту, значит, я помню, я еще назначал на этот пост, значит, в свое время. Вот, и понятно, что за время, которое прошло... Вы бы его уволили года через два, через три с такими результатами, кстати говоря? Вопрос даже не только в результаты, вопрос в общем тренде, поскольку реформу, которую затеяли мы, он ее фактически бросил, и фактически там началась такая мелкая кустовая приватизация и такое контролирование отдельных кусков, которые, так сказать, ведут, генерируют разные потоки и так далее. Но уже лезнодорожный транспорт вышел, не разрушился полностью. Уже хорошо. При таких государственных поддержках он не мог вести себя по-другому, это понятно. Но я думаю, что мотивация простая, он просто уже, там, сколько, ему 67-12 лет. Устал, да? Да, устал, и я думаю, что он продолжит какую-то бизнес-среду своими друзьями, поэтому, как они все это делают, поэтому я не говорю, что он что-то такое вот ушел какой-то в тень. Он также будет, как и на плаву являться, будучи членом Совета Федерации, будет давать разные интервью, так сказать, умные... Получит первого вице-спикера? Может быть и так даже, хотя я даже не думал об этом, нужно это ему или нет. Я думаю, что у него, так сказать, все такая безбедная жизнь впереди. Вопрос другой, что делать с железнодорожной составляющей, а это серьезнейшая инфраструктура. В России это главная объединяющая инфраструктура. Еще есть почта, которая должна быть приказа железнодорожной станции. Это главное, что сдерживает всю огромную страну, это является связующей вещью. Когда вся политика была, это увеличение тарифов за все эти годы. Все эти годы вся политика развития дорожного транспорта строилась на увеличение тарифов. Теперь во многие регионы дешевле самолетом долететь, где конкуренция есть в авиатранспорте. Да, поэтому эта роль главная, связующая всей страны, причем социальная связующая, не только экономическая. Эта роль фактически исчезла. В этом есть проблема, итог работы этой отрасли за последние 10 лет. Но тут вообще некоторые, между прочим, коллеги выстраивают такие схемы. Якунин пойдет на место Матвиенко, Матвиенко на место Сергея Иванова, Иванов на место Медведева. А Медведев пойдет на выборы с Единой Россией в 2016 году и станет спикером Государственной Думы. Может быть такой круговорот? Может по-разному быть, но я просто часто думаю, что это не серьезные какие-то разговоры, вот такое выстраивание. Так это не выстраивается. Выстраивается по ходу мысли, значит, вопрос, кто является президентом. Путин в 2018 году, поэтому под это будет все постраиваться, как обновить. То есть вы думаете, никаких аркировочек не будет, ухода в тень? Я думаю, не для этого меняли Конституцию. Не для этого. Поэтому, безусловно, намерения именно, я уверен, что такие. Были намерения, помните, когда еще до изменения Конституции, что все, возможны перемены и там преемники и так далее, и так далее. Сейчас уже понятно, что жесткая линия нам возобладала в умах Путина и его ближайшего окружения. Поэтому и то, что мы видим сегодня, даже на этих картинках, когда уничтожают продукты, понятно, что такая жесткая, бескомпромиссная позиция. Население вынесет все, терпите все, вам положено терпеть и так далее, и так далее. Поэтому такой жесткач, скажем так, в отношении среднего класса и думающих людей, он просто выходит за рамки приличия. И люди сильно этим расстраиваются, люди, которые считают, что они имеют право на выборы, право на формирование власти, право голоса, подсказать, как мы хотим, чтобы развивалась страна. Эти люди просто отрезаны от этого всего. Поэтому мы понимаем, что с выборами у нас проблемы большие, с главным институтом демократического государства. А может быть еще жестче? Вот господин Бастрыкин, начальник Следственного комитета, призвал радикально поправить Конституцию через закон о Конституционном собрании. Может, там начнут уже права всякие отменять, которые там в неменяемых статьях Конституции. Таких еще на таком уровне идей не выдвигали давно. Не, ну, Бастрыкин, слава богу, не является политическим руководителем, не ведет такие вещи, значит. Но поэтому его эти выступления, они формируют фон для того, чтобы другие люди, которые занимаются политикой, могли выглядеть адекватно. Говорить, нет, нет, не надо, у нас Конституция незыблемая, неприкосновенная, мы демократическое государство. В ответ на это было, будет сказано или уже сказано, или будет сказано. Поэтому это такое, ну, раскрашивание картинки, значит. А вот о других людях, которые формируют политику, в частности, в связи с выборами. Вот замглавы администрации президента господин Володин жаловался, что звал вас в Кремль поговорить, а вы где-то в Ницце. Было такое вообще? Это ложь вообще, просто такая специально запущенная, как я понимаю. Первое, никто меня никуда не звал. Никаких телеграмм, письм, факсов, имейлов, звонков ни я, ни сотрудники аппарата партии не получали. Много, много месяцев или вообще не получали. Даже не помню, чтобы нам звонили кто-то из Кремля. Вот за все эти три года существования парнаса. Были телеграммы там от Минюст, от избиркома и так далее, но из Кремля не было никогда. Да, поэтому и сюда у нас никакое совещание, не знаю, было ли, но вообще никуда не звали. Значит, никакой не Ницей отдыхал. Если кому-то интересно, я отдыхал и в Юрмале, я отдыхал в Германии, там и в Клумюнтене. Вот, поэтому это такие придумки специально вброшенные для какого-то, скажем так, очернения начала нашей кампании в Костромской области, которую наши активисты уже второй день начинают разворачивать и уже начали фактически агитационную кампанию. Это им в трудном для нашей партии регионе. Михаил Михайлович, а почему власть допустила вас, мы понимаем, что все это манипулируется, почему она допустила вас именно в Костромской области, а, например, не в Новосибирской, не в Калуге, не в Магадане, где демократическая коалиция ваша с Алексеем Навальным тоже собиралась провести свои пробные кампании? Ну, нам совершенно это очевидно, особенно на примере Новосибирской области. Ну, понятно, все знают, что наш избиратель – это средний класс, в основном проживающий в крупных городах. Дальше мы расширить свою зону поддержки не можем, потому что у нас нет центрального телевидения. Все малые города и другие более мелкие населенные пункты – это телевидение. И даже опросы Левада-центра, других, никто это даже не скрывает и не сомневается, что 50% населения страны по-прежнему единственным источником информации – это центральное телевидение. Поэтому вся эта пропаганда – это и есть для них правда. Но в крупных городах и в городах областного значения, безусловно, люди работают с интернетом, пользуются им. Там наша поддержка. Новосибирск – полуторамиллионный город, конечно, базовый, причем с традициями, с традициями современными. Академия Городок. И мы неиспроста выбрали Новосибирск как главное место приложения наших усилий. И наши активисты там. Мы там провели предварительный выбор праймерис, сформировали наш список. И, конечно, этот вот, скажем так, наш интенсивное начало, вход в компанию испугал власти. Кострома, не в обиду сказано будет костромичам, но, конечно, другой регион. Всего там, по-моему, 650 тысяч населения. Причем пропорция городского и сельского населения другая. Там меньше 30% это городское население, а именно сама Кострома. Поэтому там нам гораздо сложнее. Но мы там, у нас будет 4 штаба, уже развернуты 4 штаба. И, безусловно, мы вынуждены будем работать более интенсивно. Но, скажем так, у нас очень много волонтеров и людей желающих, чтобы что-то такое позитивное происходило. Я не сомневаюсь, что мы добьемся хорошего результата. А что изменит пара депутатов, скажем, от Парнаса, вот в этой Костромской губернии? Ну, я думаю, что много может изменить. Ну, первый даже у нас есть просто яркий пример, который два года нам демонстрировал, значит, что можно сделать. Это Борис Немцов, который в чужом для него городе Ярославль, Ярославской области, в основном он вел компанию в Ярославле за месяц, сумел убедить граждан города Ярославля в том, что его присутствие, его участие в жизни областной думы Ярославля, оно принесет им пользу. И он не обманул граждан. Он за полтора года, во-первых, сменил вице-губернатора, который вынужден был уйти в отставку из-за коррупционных скандалов с закупкой медикаментов. Он вмешался и поменял своим одним голосом и своей энергией бюджет, который был перераспределен в пользу граждан социальных расходов, вместо того, чтобы какие-то бюрократические расходы и много других всяких вещей. Он был фактором, фактором вообще такого-то движения мыслей в Ярославле. Кострома, еще меньшая область и меньший город. И, безусловно, присутствие одного или участие одного-двух наших депутатов, безусловно, конечно, будет менять ситуацию там же. В этих городах есть те проблемы, которые, безусловно, свойственны именно этой области, но есть и общие проблемы. Это отсутствие финансирования. Это фактически просто снисходительное или даже такое пренебрежительное отношение к регионам, которое заставляет исполнять обязательства, которые принимают, или обязательства, которыми наслаждаются президенты и федеральный центр, а исполнять приходится населению, местной власти и населению терпеть это или неисполнение. Сегодня, вы знаете, уже Путин согласился не исполнять, например, свои социальные указы в отношении развития социальной сферы, в том числе индексации пенсии и так далее, и так далее. Уже этого уже возможности нет. Поэтому нужно гражданам это объяснять. Но функция, поскольку мы не можем там сорвать большинство, главной нашей функцией будет, конечно, контроль за той властью, которая там существует. На этой стадии. Как только уровень нашей поддержки расширится, тогда уже будет речь идти о том, о вхождении в органы управления. Сегодня, да, это контроль минимальным количеством нашими возможностями, на которые мы можем получить доверие гражданам. Михаил Михайлович, ну вот полгода прошло со дня гибели Бориса Немцова. Кого потеряла Россия, кого потеряла оппозиция? Ну, утрата такого лидера, как Борис Немцов, конечно, это невосполнимо для нас. Я это уже неоднократно подчеркивал. И для партии, но для меня лично, поскольку наша конструкция работы в партии, два сопредседателя была очень эффективной. И это, так сказать, меньшая часть, но большая часть, и более значимая часть, то, что Борис, последовательный борец за демократию и за права граждан, и борец за те реформы, которые справедливы, и за прозрачность поведения власти, безусловно, безусловно, конечно, это огромная утрата. У нас фактически, ну, вы видите, вся поляна людей, кто позволяет себя так вести, высказывать свои мысли и давать гражданам советы, и критиковать власть, и формировать будущее, ну, на пальцах одной руки все эти граждане высчитываются. Поэтому, особенно в этот период времени, таких людей, как Борис и Бориса, конкретно, конкретно, просто, конечно, не хватает. Скоро начнутся, я уверен, уличные волнения, и в этом контексте, конечно, такие и такие лидеры очень нужны стране. — Михаил Михайлович, а вам стали понятные мотивы убийства, вот, как информацию там сливают потихонечку, дозированно? — Ну, я считаю, что это там есть три фактора мотивов. Один из них, это, конечно, давление на оппозицию, другой — это личная неприязнь и месть за, скажем, критику в отношении Бориса, его личное к нему отношение. И третье, безусловно, это фактически давление на Путина, в том смысле, что в стране, помимо Путина и ФСБ, есть еще и другие силы, которые являются реальным фактором, скажем, жизни, которые могут позволить себе делать это. Я по-прежнему считаю, что это сделано не по указанию Путина, это сделано неожиданно для него. Значит, поэтому это убийство, помимо двух первых — давление и личная расправа с Борисом, еще есть плюсом давления на Путина, как демонстрация и, скажем так сказать, давление с целью признания еще одной силы, которая может так вот распоряжаться жизнями лидеров, известных людей, государственных деятелей, в данном случае одного из лидеров оппозиции. То есть для вас вот эта версия о убийцах с Кавказа и из Чечни кажется достаточно серьезной и убедительной? Ну, кажется такой. Ну, во-первых, она единственная у следователей, и все, что делает следствие, мы это знаем со слов наших адвокатов, которые защищают членов семьи Бориса. Именно так это и есть. Вопрос в том, что следствие не движется и не предпринимается попытки, настоящие попытки вычислить и, скажем там, расследовать, и найти организаторов и заказчиков, все топчется вокруг исполнителей. Примерно так же это происходило и смерть Анны Политковской. Так же никто не знает ни заказчиков, ни исполнителей. Но исполнители есть, заказчиков и организаторов. Исполнители есть, исполнители да. Поэтому, безусловно, проблемы с расследованием и вера в результаты расследования, она минимальная, но я уверен, что в будущем все равно мы добьемся правды и все это будет раскрыто полностью. Просто спрашивают еще, что Парнас собирался инициировать какое-то международное расследование убийства. Что-то можно в этом направлении было сделать? Еще можно будет сделать, да. Мы такое решение приняли. Пока конкретных действий, пока идет подготовка некоторых действий, в основном это будет по линии ООН. У нас специально есть люди, которые взялись за это в партии заниматься. Поэтому пока еще не наступила пора что-то, либо сказать какой-то отчет об исполнении этой инициативы. Это прошел всего месяц, как бы эта инициатива у нас родилась. Ну вот самая последняя крупная акция протеста была, собственно, фактически после гибели Бориса Немцова, когда очень много людей вышло на улицы, и памяти Бориса, естественно, с протестом против действий власти. Что вы планируете, вы, Навальный, Ходорковский, этой осенью делать? – Специально по протесту мы ничего не планируем, поскольку уличные протесты – это настроение людей. Но ситуация может поменяться так, в одну неделю, что у людей может терпение заканчиваться, и поэтому будет необходимость дать возможность людям сформулировать свои протесты, требования к власти. Мы всегда готовы будем это сделать. Специально что-то такое накручивать мы не можем и не будем, потому что это неправильно, это должно совпадать с желанием власти. Но наша цель, конечно, это рассказывать гражданам, и то, что мы делаем в рамках предвыборной кампании в одном, трём или четырёх областях, это, конечно, это. Это, конечно, рассказывать, что происходит в стране и что нас ждёт. И то, что сегодня кризис встал в такую, пришёл в такую стадию, что это не просто полугодовой кризис, завтра всё установится, уже людям становится это ясно. И, безусловно, в следующем году, в следующем году выборы в Государственную Думу, что является чрезвычайно важным событием, а я считаю, что это может являться переломным событием вообще в траектории жизни страны. Я не говорю развитие страны, хотелось бы развить, развить никакого нет. Это так. И поэтому наша коалиция с Алексеем Навальным, конечно, она нацелена на этот этап. Это не просто на сегодняшние сентябрьские выборы этого года. Безусловно, это на подъём настроения людей и получение доверия граждан для того, чтобы выборы в Государственную Думу могли стать решающим фактором в изменении ситуации в стране. Это означает, наша коалиция должна получить такое доверие от граждан, чтобы наших представителей избрали в Государственную Думу и мы получили там серьёзное представительство, которое начнёт плавно, быстро, но плавно изменение всей ситуации в стране. Это не один день, но в течение двух лет ситуация может поменяться. И я считаю, что это лучший способ изменения. У нас в эфире Радио Свобода, лидер партии «Народная Свобода» Михаил Касьянов. К нам сейчас присоединился по скайпу Константин Грищенко, украинский политик, дважды министр иностранных дел, единожды вице-премьер правительства Украины. Мы рады его слушать. Я хотел бы сначала понять позицию российских демократов партии «Парнас» по крымскому и вопросу войны в Донбассе. Я не знаю, у вас, Михаил Михайлович, есть общая с Алексеем Навальным сейчас концепция, что делать, например, с Крымом? Что делать в будущем или что делать в сегодня? Сначала сегодня, а потом в будущем. В отношении сегодня ситуация ясная. Мы считаем, что все эти действия незаконны и не имеют никаких оправданий, никаких обоснований, поэтому все эти действия осуждаются нами, нашей партии. Фактически мы единственная партия, ну, Яблокович тоже высказывался по этому поводу, но у нашей позиции принципиальны. Крым незаконно присоединен к Российской Федерации, означает аннексия, и в этом нет никаких обоснований для этого. В отношении войны мы считаем, что война развязана российским режимом во главе с Владимиром Путиным, война в Восточной Украине, и, безусловно, эта война должна быть прекращена. Никаких оснований что-либо там делить, что-либо там переговариваться и приводить класть этих вооруженных незаконных формирований, никаких оснований нет. Поводы, которые были использованы, они, безусловно, дутые, такие, как угроза русским гражданам в их свободе и в их жизни. Безусловно, это все придуманные вещи. Поэтому это все уже мы неоднократно обсуждали, наша позиция четкая и ясная. Людям полезно послушать. Я хотел Константину Ивановичу Грищенко задать вопрос. Вот в ходе визита в Крым на текущей неделе Владимир Путин вновь говорил о том, что украинцы и русские один народ, разницы не делаем, учил вас не назначать иностранцев на высшие государственные посты и предрек, что Украина будет развиваться позитивно и вместе с Россией будет строить свое будущее. Вот как вы, как дипломат и украинский политик, воспринимаете эти добрые, в кавычках, слова Владимира Путина? В Украине все согласны с тем, что будущее Украины, политическое развитие страны будет определяться украинским народом. Поэтому каждый политик может высказывать свое личное мнение, но принимать решение, определять свою судьбу мы должны сами. Из этого мы исходим. В этом плане, наверное, здесь нет различий между теми, кто находится в власти и тех, кто сегодня находится в оппозиции к ней. Мы исходим из того, что принцип территориальной целостности и суверенитета Украины никем не может, не должен и не будет. В конечном итоге ставится под сомнение. Нам необходимо вернуться к тому мирово устройству, к тому правопорядку, который был установлен после Второй мировой войны в результате колоссальных жертв, усилий разных народов, которые сумели победить колоссальную угрозу для самого существования человечества. И по результатам этого жуткого конфликта, конфликта цивилизационного, были установлены определенные правила. Среди этих правил, разумеется, уважение территориальной целостности других государств. И страна, член, постоянный член Совета Безопасности должна подавать в этом плане пример, а не нарушать этот принцип. Это совершенно очевидно для всего мира. Я думаю, что в конечном итоге, мы надеемся, это понимание будет разделяться большинством тех, кто определяет в конечном итоге политику Российской Федерации. Сегодня, конечно же, ситуация не может вызывать ни у кого, не только удовлетворение, но просто элементарного понимания. Мы столкнулись с ситуацией, которую никто не мог себе представить еще пару лет тому. И это колоссальная трагедия, чисто человеческая. Это также трагедия в наших межгосударственных отношениях, поскольку, по сути, все те, кто последовательно выступал за углубление сотрудничества с Россией в Украине, сегодня находятся в самом сложном положении, поскольку, по сути, эта ситуация не позволяет найти понимание среди широких масс населения в Украине в том, чтобы даже разговаривать о необходимости развития через позитив этих отношений. Хотя я искренне рассчитываю на то, что со временем мы сумеем преодолеть самые тягостные последствия того, что мы переживаем сегодня, и вернуться к более позитивному развитию наших отношений. Для чего существуют все объективные предпосылки? Не всегда были. И этот срыв, эта трагедия, которая сегодня ощущает на себе десятки, сотни тысяч людей на востоке Украины, она совершенно неприемлема в современном мире. Константин Иванович, вот один из наших слушателей предполагает, Кирилл пишет, что пропаганда активно готовит к развязыванию новой большой войны на территории Украины, поскольку в России с экономикой полная беда. Возможно такая эскалация, на ваш взгляд? То, что мы были свидетелями тех событий, которые происходят в течение последних полутора лет, ну, к сожалению, не позволяет нам исключить любое развитие событий. Мы все же исходим, я исхожу лично из того, что слишком много факторов работает против такого сценария. Все же цена и для России, и готовность стран Запада, европейцев в том числе, платить тоже довольно существенную для них цену для того, чтобы восстановить тот миропорядок, те правовые нормы, которым руководствовалась в том числе Российская Федерация в течение многих-многих десятилетий после Второй мировой войны, это является, наверное, важным фактором, я надеюсь, при определении того, какие решения будут приниматься в Москве в ближайшее время. Михаил Михайлович, как вы видите сейчас вот эту ситуацию, возможно ли эскалация, так сказать, новая в кавычках победоносная война и, так сказать, из политических соображений, чтобы покрыть ею экономический и социальный кризис в России? Я считаю, что это возможно, хотя, безусловно, ситуация, которая в экономике существует, она не позволяет нести эти тяготы. Безусловно, конечно, финансирование не из госбюджета, но финансирование российской экономикой этой войны происходит. Это никто в этом не сомневается, никогда не сомневался. Но концентрация войск вдоль границы и усиление этих вооруженных формирований последние недели, безусловно, настораживает. И поэтому исключить такого развития нельзя. Конечно, та формула, которая выбрана Владимиром Путиным сегодня для, скажем, поддержания духа мобилизации в стране, эта формула, она необходима. Другой не придумано еще. Поэтому в рамках этой старой логики, которая последние два года существует, да, дополнительная агрессия, это является фактором отвлечения внимания. Сегодня уже граждане устали слушать вместо новостей о состоянии ситуации и дел в России, слушать о Донбассе, что там происходит. Просто устали от этого уже. Поэтому нужно какое-то что-то свежее такое. Но пока ничего свежего не придумали, кроме того, как вот давить, изжигать продукты питания, значит, когда у нас 20 миллионов голодающих людей, живущих ниже прожиточного минимума. Но этот фактор оказался, значит, не в пользу властей. Хотя показывает статистика, что 40% вроде поддерживает. Я, по крайней мере, не видел ни одного в Москве человека, который это поддерживал бы. Будь то это обеспеченный или, так сказать, не очень обеспеченный гражданин. Потому что это просто, ну, кощунственно, значит. Люди, которые, и страна, которая переживала несколько периодов, значит, голода в стране, и сегодня, значит, смотрят, как уничтожаются продукты. Поэтому фактор отвлечения внимания, так как агрессия или активизация агрессии на Украине, безусловно, может являться фактором на этот какой-то период времени для усиления мобилизации и внимания к центру, что вот мы в окопах защищаемся и так далее, и так далее. Но, безусловно, я думаю, по большому счету, поскольку еще власти не придумали альтернативы, а они думают, это надо альтернативой, это возможно, но они думают надо альтернативной, поскольку они от этого уже сами устали. Они понимают, что выхода в этой линии нет. Они же хотят, похоже, Путин, например, я подозреваю, по крайней мере, типа обменять мир в Донбассе на Крым, на легитимацию аннексии. Я так считал с самого начала, с самого начала, и поэтому я считал, что не будет такого углубленного кризиса, не будет такой войны, как она развилась за последний год. Но поскольку Запад занял принципиальную позицию, не так, как это было по Грузии, когда закрыли глаза на происходящее, Запад занял принципиальную позицию, и эта схема у российских властей не сработала. Просто прекратить эту авантюру мужества политического не хватило, а это вообще-то вопрос политики не хватило. Поэтому продолжается вот эта вот ситуация, которая, безусловно, увеличивает цену для России. Российские граждане оплачивают это. И правящая группа, безусловно, в большей степени сегодня чувствует собственное унижение, поскольку их не пускают на Запад, их арестовывание, их щита, они не могут пользоваться всеми благами, что называется, цивилизованного мира, безусловно, это все они ощущают. Но это уже начинает относиться уже такой по инерции и на людей, не связанных с войной в Донбассе и с аннексией Крыма, на других, на бизнесменов. Бизнесмены все чувствуют уже ограничения в своей деятельности. Помимо того, что нет доверия к власти, но уже и российский бизнес выталкивается с тех позиций, которые... Нет инструментов политических давить на власть, вот в чем проблема. Нет инструментов, потому что все граждане, или большинство из них, добровольно отдали нынешней власти свои политические права. Когда скажут, отдайте. Вот, вот теперь, когда мы пока смотрели из картинки, когда демонстрация на улицах, вот, видимо, только такой язык понимает нынешняя власть. Это мы знаем просто на примере 11-12-х годов. Другого примера, к сожалению, не понимая. Логики и разумных объяснений и доводов они не понимают, к сожалению. В этом есть беда. Мы все заложники у этой группы людей. Хорошо. Я Константина Грищенко спрошу. А какие-то доводы такие, вот, которые может понять Кремль у Украины, у Киева, есть? Вот языка дипломатии, переговоров, не очень хорошо вот этот язык понимают в Москве многие. Может быть, вот мне пишут тут, почему Украина не обратилась в международные суды по поводу Крыма и Донбасса? Почему достаточно российских чиновников живет в цивилизованных странах и так далее? Может, все-таки вас Запад слабовато поддерживает? Ну, прежде всего, любая страна должна рассчитывать на собственные возможности, свои силы. И в этом плане, естественно, когда ты не можешь полагаться полностью на международное право, когда возникает ситуация, что то, что считалось совершенно незыблемым, может измениться, возникают разные мысли и разные предложения в отношении дальнейших действий. Обращение в международные суды, во-первых, занимает очень много времени, во-вторых, самое главное, для этого надо согласие другой стороны на рассмотрение, скажем, дела в международном суде. Российская Федерация не признает обязательную юрисдикцию международного суда, скажем. Она имеет право, располагает право в ВЕТО в Совете Безопасности и, по идее, должна была бы воздержаться от его использования в случае, если она является стороной конфликта. Но это случай Боинга мы видели, да? Ну, в общем, можно так толковать. Можно толковать как ответственная позиция в ситуации, когда в конфликте ты так или иначе задействован. Есть очень много предложений, и в том числе украинская власть выступает с этими инициативами на международной арене. Очень часто, к сожалению, они не могут реалистично быть реализованы, поскольку есть определенные возможности для блокирования этих инициатив. Через то же право ВЕТО в Совете Безопасности, через непризнание обязательной юрисдикции международного суда и многие другие. Тем не менее, оказаться в изоляции любой стране, даже самой влиятельной, в том числе и в такой стране, как Россия, это несет с собой серьезные политические потери и несет также серьезную материальную, также определенную цену, большую цену, которая будет нарастать. Вопрос в том, насколько долго это займет время, чтобы понять, что по сути продолжающийся конфликт действительно создает угрозу уже внутренней безопасности самой России и разрушает, для меня тоже очень важный элемент, разрушает саму возможность установления допрососерских и поистине партнерских отношений между двумя странами. Чем дольше будет длиться этот конфликт, тем дольше мы будем выходить из его последствий, тем дольше будет заименная непризнание, которая уже перешла от элит к более широким массам. Особенно это видно в России, но также и в Украине. До самого последнего времени соотношение тех, кто относился к россиянам позитивно, к России как таковой, в Украине намного превосходило в процентном отношении то, что ощущали, по крайней мере заявляли во время опросов россияне в самой России. Сейчас мы спускаемся на приблизительно одинаковый уровень неприятия. И это трагедия. Как можно говорить о едином народе, когда по сути этот конфликт разъединяет даже тех, кто относит себя действительно к одному русскому народу, только проживающему в Украине и в России. По сути, этот конфликт является самым большим преступлением против самой идеи дружбы двух народов. Ну, это мы понимаем, что это действительно похоже на правду, что теперь говорить о братских народах, когда собственно люди друг друга стреляют, практически невозможно. Михаил Михайлович, ну вот тут один из наших слушателей, он действительно в таком же духе, как господин Грищенко говорил, что война, точнее написал, что война несет угрозу безопасности России, в том числе и внутренней, что будет катастрофа, распад страны или еще что-то. И вот он говорит, что может быть стоит уже сейчас обратиться оппозиции с каким-то документом, манифестом, призвать, так сказать, силовые структуры не применять оружие против мирных граждан и изложить какие-то первые шаги, альтернативные вот нынешней политике Путина, чтобы люди понимали, что собственно будет дальше. Ну, что касается манифеста и видения, что надо делать, конечно, у нас нет сомнений, что так и надо делать. В наши документы мы как раз все это расписываем. Более того, мы сейчас готовим более детальную программу к следующему году, когда будет выбор в Государственную Думу. Конечно, все аспекты жизни страны, мы постараемся дать ответы на них, на все вопросы по всем аспектам жизни. Не будет ли поздно? Да, нет, не будет поздно. Эта ситуация не такая взрывоопасная внутри страны, как она может казаться, значит, или кому-то она может... Есть желание, чтобы перемены пришли быстрее, безусловно. Но это не так. Перемены придут обязательно, но не завтра. Но это зависит от всех граждан. И, конечно, когда мы говорили о кризисе экономическом, мы и говорили о настроении граждан. Граждане, большинство в своем, не осознают. И они руководствуются такими мыслями, как прошлый кризис восьмого года был. Ну да, было там все. Мы девальвировали валюту, потом все так восстановилось, прошел год и все более-менее. Почти что восстановились на докризисный уровень. Да, и пенсии повысили. В 2012 году указы вышли, и люди все успокоились. И они по-прежнему ждут такого же преодоления этого кризиса. И поэтому они действительно терпят. Они слушают призыв Путина, который год назад, но чуть меньше года назад был объявлен таким образом. Терпите, и все будет хорошо. И они руководствуются этим. По крайней мере, это удобная позиция для всех граждан руководствоваться этим. Но очень скоро они поймут, что кризис глубже, чем они предполагали. И никакого восстановления не ожидается. Более того, доходы, реальные доходы населения падают очень-очень быстро. Ну, не переоцениваете ли вы все-таки силу экономических аргументов? С одной стороны, вот есть эти экономические проблемы, а с другой стороны, есть такая мощная пропаганда, промывание мозгов. В конце концов, Советский Союз жил в достаточно сложных экономических условиях. Ну, правда, еще с репрессиями довольно сильными против различных критиков режима. Но долго прожил. Ну, Михаил, я не переоцениваю значение экономических факторов. Более того, даже сейчас уже есть такая поговорка, не знаю, кто ее придумал. Сейчас идет борьба телевизора с холодильником. Вот когда эта борьба встанет, значит, вровень, вот тогда уже вопрос будет взрывоопасной. Или ситуация будет взрывоопасной. Пока, пока пропаганда... Но голоду пока не ожидается. Пропаганда пока передавливает эти ощущения в умах людей о том, что у них очень скоро будут проблемы с обеспечением себя товарами первой необходимости и продуктами питания в частности. Но через несколько месяцев, я уверен, эти ощущения и такие оценки начнут возрастать. И тогда уже начнется переосмысление. И начнутся вопросы к власти. Сегодня уже не скрывают цифры, их немножко-то чуть-чуть приукрашивают, но факты не скрывают. Пропаганда их размывает, говорит о причинах, что это американцы, это украинцы и так далее, и так далее. Но граждане уже устали от таких объяснений. И скоро они начнут задавать вопросы себе и нынешней власти. Ну а возможность тогда репрессии... Вот смотрите, украинского гражданина Сенцова хотят приговорить к 23 годам по сфабрикованному обвинению в терроризме. Там Савченко сидит, есть люди, которые по болотному делу еще не вышли. Есть другие разнообразные случаи в регионах, когда людей сажают. Ваш начальник штаба в Костроме, выборного Андрея Пивоваров, тоже его, значит, арестовали вот недавно. То есть режим же может пойти по пути репрессий, таких более жестких. Как на это реагировать оппозиции? Он по этому пути уже идет. Я не говорю, что мы не видим этого. Мы стараемся использовать те остающиеся возможности, которые еще власть нам оставляет. Пускай они кажутся совсем имитационными, но мы стараемся и гражданам дать понять, что что-то можно еще менять. Получится ли у нас что-то, мы посмотрим в самые ближайшие месяцы. Но действительно, вы правы, абсолютно власть выбрала путь репрессий. Эти репрессии будут увеличиваться, если начнется крах всей этой системы. И поскольку это единственный путь удержания. Сейчас это дух мобилизации и Украина является той платформой, откуда черпается этот дух мобилизации. И многие граждане на это, скажем так, идут на это и верят в это. И поддерживает, вольно или невольно, Путина и весь режим. Но очень скоро, как я говорю, что это может закончиться. И, конечно, мы не хотим каких-то революционных проявлений. Пытаемся все-таки воздействовать на разум власти. Но пока власть не хочет этот разум, оставшийся у них в головах разум, применить в реальную жизнь. Пока они считают, что они все пережмут, как Владимир Путин мне когда-то сказал. Я все равно вас пережму. Если будете заниматься оппозицией, знайте, я вас все равно пережму. Пока он всех нас пережимает. Не только меня, а всю оппозицию. Но он еще и Запад слегка пережимает, и Украину пережимает. Запад уже не пережимает. Запад разобрался, что к чему. Украина разобралась, что к чему. Вопрос в одном. Способности Украины провести свои реформы и выйти из этой ситуации. Я сейчас не говорю о вопросе войны на Донбассе. Вопрос внутренних реформ. Украина нереформированная страна. Очень сложная, сложнее, чем в России. Это у нее свои задачи, свои проблемы. Запад занял принципиальную позицию, и Запад уже не отступит. И никогда вновь никакие позитивные взаимоотношения с режимом Владимира Путина уже у Запада не будут. Хорошо. Господин Грищенко, тогда спрошу, рассчитывают ли в Украине на то, что российская оппозиция сможет добиться изменения внешнеполитического курса своей страны? Я думаю, что в Украине все надеются на то, что позиция Российской Федерации будет определяться реальными национальными интересами вашей страны. А эти интересы, на мой взгляд, совершенно очевидны. Это восстановление добрососедских, дружественных отношений с Украиной. Это невозможно без восстановления территориальной целостности, уважительного отношения к стране, которая традиционно всегда занималась самым позитивным настроением и желанием выстраивания таких отношений. У нас, в принципе, в Украине много разных мыслей и много вопросов внутри страны. Действительно, она нуждается в реформировании. Но реформирование нужно для того, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь на основе достигнутого уже сегодня в Европе, в мире в целом. Мы не можем смотреть в прошлое. Именно поэтому у нас несколько иное видение по сравнению с тем, что нам часто советуют наши российские соседи. И в этом плане все, кто сегодня может помочь изменить подходы российской власти к урегулированию конфликтов, к восстановлению этих отношений на основе принципов, которыми лежали в основе их развития в течение последних 25 лет, мы будем только приветствовать. Мы рассчитываем на то, что реальный дискуссия в обществе позволит найти тот политический консенсус, который необходим для достижения этих целей, принципиально важных для всех нас в Украине. Спасибо, Константин Иванович. Я еще оставлю чуть-чуть Михаилу Михайловичу Касьянову ответить. Михаил Михайлович, тут важный вопрос от Сергея, видимо, он нас тоже слушал. Представьте, что Владимира Путина не стало, там неважно, отставка, состояние, здоровье. Ваша партия получила большинство парламентов в парламенте. Все проблемы, которые сейчас есть, остаются, а может быть и хуже. Пару первых шагов. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Это совершенно очевидно два направления. Одно это связано с общеполитической ситуацией. Это общеполитическая ситуация, это свобода граждан, это право избирать и быть избранным. И свобода политической деятельности. Это все, что обеспечивает, формирует власть. Если мы прием к власти, мы придем через этот элемент свободы, иначе мы не можем прийти к власти. Поэтому этот важный институт должен быть немедленно обеспечен его неприкосновенностью и нормальной функционированием. Второе, конечно, это экономика, социальная сфера. Здесь, безусловно, те реформы, фактически, скажу так, мы сегодня пришли, круг замкнулся, мы пришли опять, скажем так, в 98-й год. И мы должны начать будем все сначала. Практически все те реформы, которые я со своим правительством инициировали, мы проводили их в течение четырех лет, мы должны будем начать их проводить снова. Это, опять-таки, макроэкономическая стабилизация, это налоговая стабилизация, безусловно, это свобода предпринимательства. И миролюбивая внешняя политика. Вне миролюбивая, прямо из бывших, скажем, лозунгов ЦК КПСС, значит, миролюбивая внешняя политика, безусловно, восстановление, как сейчас Константин Иванович сказал, значит, безусловно, уважение суверенитета и территориальной целостности соседнего государства, которое должно иметь с нами сегодня проблемы в этом. Но мы должны иметь, конечно, безусловно, дружеские отношения. Действительно, наш естественный партнер. Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министр Российской Федерации, вел передачу Михаила Соколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова